Вы меня спрашивали, где живёт Тошка. Так вот, Тошка ручной сурок, но живёт он вот в таком вольере. Тошенька, живёт, ночует, а к нам домой приходит погостить. Погостить. Что там у тебя вкусненького, Тошенька? Мы-то показали твой дом настоящий. В принципе, конечно, и сад его дом, и наш дом его дом. Но скажи, сплю я в своей норе. Вон вход в домик. Там много сена, и там Тошка спит. Там и зимует. Устраивает себе нору. Утепляет её, делает пробку. Вот здесь на входе плотную сена. И укладывается спать, когда в сентябре, когда в октябре. И просыпается только в мае. Сейчас хочу показать, как устроено внутри. Сейчас у него немного сена. На зиму мы наполняем домик. Стены у него термос. Так вот, на зиму мы наполняем этот домик полностью сеном. Чтобы Тошке было тепло. Подобным образом, хочу сказать, устроены вольеры на любой звероферме. Потому что сурки, норные животные, и вольер на земле для них не подходит. Да, скажу, мы выроем нору и убежим. Поэтому вольеры всегда приподняты от земли и сделаны из металлической решётки. А домик из дерева. Изнутри он тоже оббит металлической сеткой. Ну вот, Тошенька, показали твой домик. Сейчас уже вечер. Сурок там трапезничает. И скоро отправится спать. Продолжение следует...